переводы в армению в один миг в приложении фора банка просто по номеру телефона до миллиона рублей фора банк ваш банк выгодных переводов в армению вот как раз заявление править заместителя правительства россии как раз к теме я сейчас прочитаю это заявление наша стратегическая цель выйти к индейскому океану через каспийское море азербайджан и иран минуя суэцкий канал и босфор да это российская перспектива россия откажется от босфора но дело в том что сейчас конечно речь идет о строительстве этого коридора север юг ну и причем это вопрос давний это уже лет 20 обсуждается и никак не двигалась с мертвой точки до иранцы построили часть железных дорог я видел эти железные дороги еще в двенадцатом году были пробиты тоннели было было отсыпано полотно проложены рельсы и так далее но где-то дорешта ну а дальше нужно было продлевать до астары и соединить две астары азербайджанскую и иранскую а там всего 8 километров расстояние маленькая речка на пути то есть один мост должен был быть что такое 8 километров железнодорожных путей да это не о чем в общем-то для таких мощных компаний как ржд это не проблема тем более что в иране все очень сложно с железными дорогами там три разных железнодорожных колеи на севере та которую строили еще русские до революции когда там стоял казачий корпус англичане строили свою еще есть одна колея то есть там проехать из конца в стороны в другой конец на поезде невозможно нужно менять колесных пары парадокс но вот такая особенность этой страны электрификация это тоже для железных дорог проблема сейчас вроде бы должна заниматься этим раз ржд российская но это нужно уточнить насколько удачно это у них проходит да теперь давайте вернемся на южный кавказ скажите виктор анатольевич турция реально хочет нормализации армян армян азербайджанских отношений в ту в турецком понимании нормализация это значит сдача позиции армении и сдача территории армении это нормализация но это всегда в общем у них так было тем более что азербайджан что зря что ли говорит вот мол дескать азербайджанская и ревань зангезурский коридор хотя между прочим зангезур слово не тюркское это древнее еще название и она восходит больше персидским вариантом нежели турецким через имеется ввиду конечно армянский сюник но мы поддержали поскольку под этим была армянская подпись эту идею но на мой взгляд армения поскольку турция исходит из национальных интересов собственных армении тоже бы надо исходить из собственных национальных интересов что получит армения в результате реализации этого проекта дорогу от еревана через нахичевань потом синик потом через азербайджанскую территорию до баку и возможно до россии если такая дорога была бы до теоретической армения могла бы ею пользоваться но кто будет защищать охранять эти грузы пассажиров которые будут ехать к примеру из еревана на территорию россии ну если в армении армянские пограничники а в азербайджане азербайджанские разве не так от азербайджанских пограничников охраны вы никакой не получите по моему это ясно изначально и всегда было ясно и всегда так было помните как они во время землетрясения грабили строй технику грабили продукты питания или портили их азербайджан там по-другому не бывает и поэтому надеяться на что-то бесполезно ну а кто мог бы охранять эту дорогу ну теоретически но это согласие азербайджана могли бы быть конечно пограничники псб россии но если вопрос по российским пограничникам ставится так что армянская сторона требует того чтобы их убрать пока что только из вартоса ну еще бы зеленский приезжает а тут русские пограничники что такое безобразие играет роль играет конечно а у вас информация зеленский прилетает в армию да вот разговор был и они активно там вроде бы обсуждали этот вопрос но если он приедет анатольевич кроме зеленского кроме этой поездки на чем занимаются русские пограничники взварноте зачем они там что решают они там весь набор проверки документов весь набор армянский пограничник не может этого делать армянский пограничник теоретически тоже после обучения конечно сможет но надо если подготовить обучить и так далее но во всяком случае так изначально сложилось что в соответствии с нашими договоренностями по погранвойскам наши пограничники на границе с турцией его взварноться жалко что не было договоренности по границе армении азербайджан если еще такая была договоренность это бы усложнило действие когда бы россия отказалась от этой миссии я думаю но я не слышал чтобы наш какие-то вызовы возражения высказывали лишь то такие предложения вообще были даже просто не слышал таких предложений кстати бутер анатольевич сегодня на границе между армении и азербайджаном состоялась седьмая уже встреча комиссии по вопросам делимитации гранит это видимо самый больной вопрос между сторонами ну конечно потому что азербайджан получил в советское время несколько подарков от союзных властей но чем руководствовались власти трудно сказать видимо братство народов но с братством как-то вот не получилось а территория были потеряны естественно для армян это слишком мало маленькая территория и так и отдавать какие-то земли своему хищному соседу это конечно было бы большим большой неприятностью и большим поражением армении ну тем не менее во всяком случае там вопрос ведь стоит о картах какие карты принять во внимание мы разговор завели о том что да россия считает что нужно принимать карты генштаба советского потому что в советское время именно там были отработаны все внутренние границы это было бы действительно важно и кстати для армян полезнее чем воспринимать азербайджанские варианты азербайджан ссылаясь на какой там один подарок как говорят турки что такое турецкая земля это та земля на которую ступила ага турка вот примерно такой подход и азербайджан но если азербайджанская нога куда-то ступила значит пожалуйста вот вам азербайджанский и ревань там же были снесены районы трущоб свое время еще архитектор таманян этим насколько помню занимался ну трущобы везде сносили ну так это оказывается историческая историческая такая вот самобытность ну что ж каждый в свою самобытность готов жить как ему заблагорассудится конечно но порядок в городах же должен быть и перестройка старое жилье всегда сносили и везде да у нас вот почему не считая знают сэба армянская уничтожается армянское культурное наследие хачкары которые вы отличие знаете что такое спасибо вам еще в советское время тысячи хачкаров были отправлены в камни дробилки еще при социализме это прошу orn orn Субтитры создавал DimaTorzok